Девушки отдыхают У-у-у! Это значит «пожалуйста»! Ой, у нас же нет чайного сервиза! Мы можем сделать чайный сервиз из пластилина! Да! Джордж, можно взять у вас пластилин, пожалуйста? Нет! Зузу и Заза, нам нужно сделать сервиз для чая! Нет! Вы можете помочь нам сделать его! Я сделаю чайник! А мы сделаем чашки! Вот! Теперь обезьяна может пить чай! Ой! Чайник слишком мягкий! Настоящие чайники не мягкие! Моя мама делает настоящие чайники! Она занимается гончарным делом! О-о-о! Мама! Помоги нам сделать чайный сервиз, пожалуйста! С чашечками и чайником! Куда можно налить настоящую воду? Хорошо! Идите со мной! Здесь миссис Зебра делает глиняную посуду! Давайте сделаем вам сервиз! Что это? Глина! Так начинают делать все гончарные изделия! Но она же мягкая, как пластилин! Она должна быть мягкой, чтобы лепить ее! Но потом она уже не будет мягкой! О-о-о! Мама Зебра делает чашку на гончарном круге! Вот! Одна чашка! Ух ты! Все пришли переодетыми в пиратов! Йо-о-о! Пони Педро нарядился ковбоем! И-ха! Привет вам, мои дорогие! Это дедушка-пес, переодетый пиратом! Привет, дедушка-пес! Зови меня, пёс-борода! Привет, пёс-борода! Кто из вас, лихих пиратов, тоскует по полным опасностям плаванием по соленым морям? Почему он так странно говорит? Ха-ха-ха! Это он по-пиратски! Если хотите сыграть в пиратскую игру, скажите... А-а-а! А-а-а! А это опасная игра! Нет, Педро! Дедушка-пес обещал мне, что игра будет совсем не опасной! А-а-а! Зато она увлекательная! Ну, кто хочет играть? А-а-а-а! Тогда вот наш план! Когда-то у меня была гора золота, она была моей по праву, но меня ограбил злобный капитан Боров! Что? Пиратскую речь иногда довольно трудно понимать. Капитан Боров забрал моё сокровище! О-о-о! Так знаете, что капитан Боров – это страшный пират! Кое-кто из вас мог слышать о нём, как о дедушке-свине! А-а-а! А-а-а! Дедушка-свин! Игра в том, чтобы найти убежище капитана Борова и вернуть сокровище, и нас не должны поймать! Ура! Все очень рады, что сыграют в пиратскую игру. Алло, дедушка-свин, мы уже едем! Очень хорошо! Очень хорошо! Дедушка-свин и попугай Полли охраняют сокровище. Да будет чёрный галлион быстрым, и пусть ветер дует нам в спину! А что это значит? Бегом к кораблю! Йо-о-о! А-а-а! Ли-хо-о! Осторожно! Мои таланты – это скакалка, пение и танцы. Я репетировала их всю прошлую ночь. А я всю прошлую ночь тренировалась смотреть телевизор. Но это же не талант! Мадам Газель так и сказала. Что же тогда мне делать? Кто хочет первым показать нам свой талант? Пёсик Дэнни? Я пью в барабан! Я могу бить и громче! Нет, этого достаточно, Дэнни. Пони Педро, какой у тебя талант? Волшебные фокусы! Перед вами стоит стакан воды. Она мокрая и прозрачная. А-а-а! Сейчас я сделаю так, чтобы вода вдруг исчезла. О-о-о! Пожалуйста, закройте глаза. Откройте глаза. О-о-о! Вода пропала. Спасибо. Слонёнок Эмили. Я буду играть на дудочке. А какой у тебя талант, Ребекка? Я умею издавать особый звук. Он получается только когда я встаю на цыпочки. Это очень здорово. Да? Ну что же мне показать? Кэнди, какой у тебя талант? Скакалка. Я собиралась прыгать через скакалку. Но я ещё могу станцевать или даже спеть. Мой талант – это пение. Мерцай, мерцай, моя звезда. Я всё ещё могу станцевать. Вы должны сказать секретное слово «шала-ма-куки». Шала-ма-куки! Я говорила другое слово. Оно постоянно меняется, чтобы быть секретным. А-а-а! Теперь мы тоже в секретном клубе. Вы в клубе. Что делать нужно? Мы делаем секретные вещи по секрету. И секретно ходим на секретные задания. О, я не понимаю, о чём вы говорите? Покажите нам секретное задание. Да, покажите! А, Пеппа вам покажет. Но ведь маску надела ты, Сьюзи! Хорошо. Моё секретное задание – принести печенье. Посмотрите! Овечка Сьюзи старается, чтобы её не заметили. Мама, можно я возьму печенье для своих друзей? Ну, конечно. Возьми. Спасибо, мама! Овечка Сьюзи вернулась с печеньем. Ура! Шшш! Ура! Скажи, а тебя кто-нибудь видел? Нет, ну, только один взрослый. Осторожно. Вы не хотите запить печенье соком? Какое печенье? То, которое я дала тебе для твоих друзей. О, Сьюзи! В чём дело? Мы в секретном клубе делаем секретные вещи. А Сьюзи всем об этом рассказала. О, можно мне тоже в секретный клуб? Пожалуйста, я всегда хотела вступить в секретный клуб. В него будет очень трудно вступить. Вы должны сказать секретное слово. Какое? Пика-нидл-нудл. Пика-нидл-нудл. Правильно, вы в клубе. Что же будет дальше? Осторожно. Это Папа-свин. Поговорите с моим папой. Только не говори ничего о нашем секретном клубе. Лисанок Фредди сумел найти всех. Как у тебя получилось? Просто у меня отличный нюх. А чем тебе помог этот твой нюх? Я нашёл вас, потому что знаю, как вы пахнете. И вовсе я не пахну. Ну, вчера вечером я принимала ванну. Ну, конечно, ты вкусно пахнешь. Я могу найти вас, даже если крепко закрою глаза. Как интересно. Тогда найди нашу Сюзи, а глаза закрой. Запросто. Прячься, Сюзи. Один, два, три. Сюзи ищет, где бы ей спрятаться. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Пора, не пора, я иду со двора. Фредди ищет Сюзи с закрытыми глазами. По запаху он определяет, где была Сюзи. Вокруг дерева? За маленьким кустиком? А может быть, за горкой? Нашел! О! И все это благодаря моему чудо-носику. Это же просто супернос. Да, именно. Неужели у всего есть свой запах? О, да. Все всегда пахнут совершенно по-разному. Ну, а чем пахнет от меня? От тебя пахнет садовыми цветами и резиновыми сапожками. А чем пахнет от меня? Ты пахнешь сырой травой и свежим печеньем. Ну, а я чем пахну? Бананами и джемом. А чем от меня пахнет? Молоком и рыбными палочками. А чем пахну я? Педро, ты пахнешь зубной пастой. О! А какой твой самый любимый запах? Яичный. А что было самым невкусным из того, что ты нюхал? Голубой сыр. Фу! Хлоя! Хлоя! Ой, Хлоя! Привет вам! Это мои друзья. Бельчонок Саймон и медвежонок Белинда. Можете звать меня Сай. Сокращенно от Саймона. А я просто Би. Это сокращенно от Белинда. А я Пепа. Мы будем звать тебя Пеп. О! А это Джордж. Мы будем звать тебя Джо. О! А ты не говорила, что твои кузены малыши, Хлоя. Я вам совсем не малышка. Вы оба очень маленькие. Я уже большая. Это Джордж маленький. А давайте сыграем в игру. Да! Давайте поиграем в прятки. Мы уже не играем в такие детские игры. Мы уже почти взрослые. А как насчет игры в да и нет? Что такое игра в да и нет? Я задаю вопросы, а вы отвечаете. Какая же это, по-твоему, игра? Вы не должны говорить ни да, ни нет. Слишком просто. Значит, ты согласен сыграть? Да. Ага, ты сказал да. Так не честно. Я был не готов. Би, а ты готова? Да. Ага, я снова выиграла. Пеппе очень хорошо играет в игру да и нет. А мне можно задавать вопросы? Разумеется. Ты не возражаешь, если я буду задавать вопросы? Я не возражаю. Я когда-нибудь заставлю тебя сказать да или нет. Я так не думаю. Ой, я сдаюсь. Почему это ты всегда побеждаешь? Объясняю. Потому что я не говорю ни да, ни нет. А, я выиграл. Ты сказала да и нет. Это забавно. Поиграем в другую игру? Вы когда-нибудь играли в сардины? А что это? Кто-то прячется, а мы стараемся его найти. Это очень похоже на игру в прятки. Но когда вы его находите, вы помалкиваете и прячетесь в том же месте, пока все там не спрячутся. Прямо как сардины в банке. Хорошо, давай. Мадам Газель сделала схему, чтобы показать, сколько должен пробежать папа-свин. Если папа-свин добежит сюда... Это наш магазин. Потом сюда. Гараж моего дедушки. А потом вот сюда... Замок ветров. То нам хватит денег, чтобы починить школьную крышу. Я сделаю это сейчас. На старт, внимание, марш. Я сделал это. Теперь можно устроить пикник. Смешной папа. Это просто рисунок. Да. Но теперь нужно добежать до настоящего замка ветров. Ой. На старт, внимание, марш. Ура! Давай, папа-свин, ты сможешь! Давай автобус, ты сможешь! Школьный автобус добрался до замка ветров. Теперь все могут наслаждаться пикником. Воды! Воды! Какой чудесный жаркий день! И такой приятный способ собрать деньги! Воды! Воды! Папа-свин добежал до магазина. Отбега ему очень хочется пить. Посмотрим в подзорную трубу. Я вижу папу! В подзорную трубу все кажется ближе. Ой, он бежит не очень быстро. Папа-свин добрался до гаража дедушки-пса. О, все! Я больше не могу! Папа остановился! Вижу, тебе жарко. Тебе нужно чем-то охладиться и набраться сил. Возьми фруктовый лед. Спасибо, дедушка-пес. Дельфина! Бонжур! Бонжур – это здравствуй по-французски. Бонжо! Бонжур! Бонжур, мистер-осел! Мамочки, этот огромный чемодан для дельфины? Да. Дельфина привезла с собой кое-какие мелочи, которых у вас нет. Сыр, хлеб, помидоры, воду. О, ревуар, дельфина. Я приеду за тобой завтра вечером. Куда мне поставить багаж дельфины? В мою комнату. На самом верху дома. О! Это багаж на одни сутки? Да. И поэтому я забрала небольшой чемодан. О! Итак, дельфина хочет изучать английский язык. И мы все должны ей помочь. Да, мама. Сначала я должна извиниться. Я не очень хорошо говорю по-английски. Ты говоришь не так уж плохо. Вы очень добры, месье Свин. А можно задать вам вопрос о разговорном английском языке? Конечно. Я специалист по разговорам. Спрашивай. Английский разделенный инфинитив. Это форма неправильного глагола или прошлое местоимение. Уже совсем поздно. Приготовим дельфине постель. Мама, мама. А можно дельфина будет спать со мной? Подушками в разные стороны. Хорошая мысль, Пеппа. Пеппа и дельфина будут спать по обе стороны одной кровати. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Дети, постарайтесь заснуть. Завтра у вас много дел. Дельфина поедет в ваш детский сад. Ух ты! Дорме-биен. Дорме-биен – это спите крепко по-французски. Я совсем не хочу спать. А давай с тобой споем песню, чтобы заснуть. Да. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мама, музыкальные статуи закончились Прекрасно Теперь сыграем в «Передай сверток» Пока играет музыка, передаете сверток по кругу Когда музыка остановится, снимите с него обертку На старт, внимание, начали! Джордж, передай сверток дальше! Эдмонд получил медаль Поскорее, Ричард Просто сними с него обертку Ричард получил медаль Джордж получил медаль Передавайте сверток! Ну вот, Джордж не отдает сверток Нет, Джордж! Пеппа и Сюзи будут понарошку торговать в магазине Что мы должны делать? Я буду брать деньги, Сюзи А ты смотри за полками Хорошо Пёс Дэнни – первый покупатель Здравствуй, продавец! Здравствуйте, мистер Пёс! Можно мне печенье, пожалуйста? Сюзи, у нас есть печенье? Нет, но есть игрушечный телефон А сколько он стоит? С вас сто долларов, пожалуйста Спасибо Следующий, пожалуйста Здравствуй, продавец Можно мне немного хлеба, пожалуйста? Нет, но ты можешь купить игрушечный дом Вам положить его в пакет, сэр? Да, пожалуйста С вас один цент, пожалуйста Ой, у меня денег не хватает Вы можете заплатить в следующий раз Ох, какая тяжёлая работа Да Здравствуйте, продавец Что я могу купить за миллион тысяч долларов? Сюзи, скажи, а что у нас есть за миллион тысяч долларов? Хм, морковка? Да, пожалуйста Кролик Ребекка любит морковку Хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе Пора домой Хе-хе-хе-хе Папа с Вин приехал за Пеппой и Сюзи Хе-хе-хе Папа, у тебя был трудный день? Да Я очень много работал Мы тоже очень много работали. Мы были продавцами. Трам-там-там-там-там-там-там. Конец. Печатать. Мама-свинья закончила работу. Хорошо, Джордж. Может быть, мы сыграем разок весёлую курицу мыть? Червячок. Червяки-червяки. Ты, червячок. Ты, червячок. Ты иди ко мне, дружок. Ты, червячок. Ты, червячок. Ха-ха. Молодцы. Будь хорошим червячком и преврати всё это в компост. Потом я использую компост. Я знаю, знаю. Ты сажаешь семечко в землю, засыпаешь компостом и из него вырастает дерево. Хо-хо. Да, Пеппа. Кстати, о деревьях. Идём, поможем бабушке. Она собирает фрукты в саду. В каком саду? Здесь растут фруктовые деревья. Этот сад у нас с тех пор, как я была поросёнком. Здравствуй, бабушка. Бабушка. Поможете собирать яблоки? Да, бабушка? Ой, яблоки слишком высоко. Ничего, Пеппа. Бабушка с дедушкой знают хитрость, как собирать яблоки. Беритесь все за дерево. На счёт три трясите его изо всех сил. Раз, два, три. Дождь из яблок! Хи-хи-хи. 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 О-хо-хо-хо. Бабушка, а можно нам взять яблоко? Конечно, Пеппа. Ммм, как вкусно! А можете угадать, что мы делаем с сердцевинами? Эм... Червяки Правильно Сердцевины яблок бросают червям в компост Умница, Джордж И червячки тоже умные Алло, овечка Сьюзи слушает Сьюзи, это я Ты можешь приехать ко мне сейчас? Да, Пеппа Я могу надеть костюм медсестры? Да, но приезжай скорее Пока, Сьюзи Я вернусь Скорее, Сьюзи За тобой попозже Джордж, Ричард Медсестра Сьюзи приехала И сестра Сьюзи говорит Это не страна динозавров Это больница А в больнице должны быть чистота и порядок Спальня больше не страна динозавров Это больница Я очень важный доктор Хм? Этот динозавр болен Согласна, доктор У него очень больной зеленый цвет Он должен лечь в постель А этот динозавр Очень фиолетового цвета Да, доктор Он тоже должен лечь в постель Динозавр Тишина в больнице Хм.. Чу-чу! Хм... Хм... Спальня больше не больница Теперь это Железнодорожная станция Нет-нет В стране фей не бывает поездов О, теперь это страна фей В стране фей разрешено только красивое Красивое. Что тут за плач такой? Джордж и Ричард хотят играть в динозавров и поезда. А мы хотим играть в больницу и в фей. Я вижу, дождь уже перестал. И что? А то, что вы все можете играть на улице. А что это значит, заразный? Когда один кашляет, иногда другие тоже начинают кашлять. Мне нужно лекарство. Всего одна ложка. Боюсь, что оно не очень вкусное. Фу! Как старый ботинок, полный джема. Спасибо, доктор Медведь. До свидания. До свидания. Так я и думал. Кашель у Педра заразный. Пес Дэнни и овечка Сьюзи заразились кашлем от Педра. Открой рот. Фу! Как будто йогурт со вкусом ковра. Фу! У него вкус цветов. Молодцы. Вы хорошо принимали лекарства. А вы когда-нибудь болеете, доктор Медведь? Нет, Пеппа. Я не болею. Я каждый день съедаю яблоко. До свидания. До свидания. Пора домой. Из-за детьми приехали родители. Мама, папа, а у меня кашель. К нам приезжал доктор Медведь и лечил нас. Он дал нам невкусное лекарство. Мадам Газель, теперь вы споете песню? Конечно, Пеппа. У Поли была кукла. Кхе-кхе. 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 Ну вот. Все взрослые заразились кашлем от Педра. Доктор Медведь слушает. Это свинка Пеппа. Все взрослые заболели. Не волнуйся, Пеппа. Я уже еду. Здравствуйте. Заразились кашлем от Педра. Кхе-кхе. Цветы. Красивые платья. Здравствуй, Пеппа. Здравствуй, Дэнни. Я беру книгу про футбол. Здравствуй, Пеппа. Здравствуй, Сюзи. У меня книга про медицинских сестер. Джордж выбрал книгу про динозавров. Динозавр. Смотрите, что я нашел. Новые приключения в мире бетона. А вот рыжая обезьяна. Только не рыжую обезьяну. Она скучная. Это другая книжка. Может, она интереснее. Спорю, что нет. Жила-была рыжая обезьяна. Ой, она приняла ванну, почистила зубы и легла спать. Нет. Она прыгнула в ракету и полетела на луну. О-о-о! У нее был пикник с динозавром. О-о-о! Она плавала под водой и поднялась на самую высокую гору. Это был интересный день. Конец. Ого! Прочитай еще раз. Мы можем взять ее и почитать дома, Пеппа. Ну, я хотела взять эту книгу или эту. Ты можешь взять три книги, если хочешь, Пеппа. Да, пожалуйста. Но ты должна вернуть их вовремя. Да, мисс Кролик. И вы тоже не забудьте вовремя вернуть свою книгу, Папа-свин. Хе-хе-хе, я напомню, чтобы Папа не забыл. Да, Пеппа, я уверен в этом. Хо-хо-хо! Подальше, дедушка Кролик. Ваше новое приключение – перелететь на веревке над этой трясиной полной крокодилов. А-а-а! Я не вижу никаких крокодилов. Нужно представить. Пусть эти крокодилы знают, кто главный. Уходите, противные крокодилы. Вот это правильно. А вы пролетали на веревке над крокодильем болотом? Конечно, пролетал. Вы их боялись? Не так, как они боялись меня. А-а-а! Готовы? Не забудьте издать клич. А-а-а! Все перебрались через воображаемую крокодилью топь успешно. Молодцы! Какое у нас следующее приключение? Это конь. Большие спортсмены прыгают через него вот так. О-о-о! Но вы можете притвориться, что это динозавр и проползти у него между ног. А вы ползали между ног динозавра, дедушка-кролик? Да, однажды я шел через джунгли и наткнулся на затерянный мир динозавров. Вот и все. Вы выбрались из джунглей. Ура! Вам понравился урок физкультуры, дети? Да, мадам Газель. Теперь они настоящие маленькие исследователи. Мы перешли через реку и перелетели через крокодилов. И проползли под динозавром. Мне очень нравится урок физкультуры с дедушкой-кроликом. Раз, два, три. О-о-о! Сколько ты можешь прокрутить без остановки? Миллион и три раза. Надо же! Это очень много. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это только восемь. Я немного устал. Я сделаю остальное потом. Ура! Ха-ха-ха! Ты умеешь крутить обруч, Эмили? Я умею крутить по-особенному. Слоненок Эмили крутит обруч хоботом. Ура! Думаю, она сделала около ста оборотов. Ха-ха! Джордж хочет поиграть в чехарду. Джордж любит играть в чехарду. Давайте играть в чехарду! Хе-хе-хе! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Хе-хе-хе! Перемена закончилась. Хе-хе-хе! Мадам Газель, теперь мы все умеем считать до десяти. Очень хорошо. Но нам нужно играть, чтобы считать. Разумеется. Ричард, Эдмонд, принесите нашу самую длинную скакалку. Хе-хе-хе! Все готовы скакать? Готовы! Считаем до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! О, вы, кажется, устали, папа-свин. Хе-хе-хе! Все в порядке. Ему нужно есть! Да, ему нужно пить. Ты права. А еще ему нужно дышать. Очень хорошо. И еще, конечно, спать. Превосходно! Простите, мадам Газель, я проспал. О, Педро, ты слишком любишь спать. Да, мадам Газель. А у меня тут есть малыш, который тоже любит поспать. Черепашонок! Это Тиддлс маленькая черепаха. Привет, Тиддлс! Тиддлс должен спать всю зиму напролет. О-о-о! А зачем ему приделали панцирь к спине? Этот панцирь и есть его дом. Туда он прячется, когда ему становится страшно. Хотите его немножко погладить? Да, хотим. Не бойся, Настиддлс. А сколько же ему лет? Ему исполнилось 33. Он же старше моей мамы. Понимаете, дети, черепахи живут больше ста лет. Значит, мой дедушка чуть помладше. Почему он такой медлительный? Он же тащит на спине тяжелый домик. Доктор Хомяк, по-моему, Тиддлс решил исчезнуть. Далеко ему не уйти. Он же такой медлительный. Я показала вам еще не всех своих питомцев. Динозавр! О, Джордж! Кого не покажи, у тебя на уме одни динозавры! О, действительно динозавр! О! Это вовсе не динозавр. Это Лулу, маленькая ящерица. Привет, Лулу! Она так похожа на дракона. Неужели она огнедышащая? Нет. Просто у нее очень длинный язык. Ух ты! Она тоже впадает в спячку на всю зиму, как Тиддлс? Нет. Ой, а где же Тиддлс? Привет, друзья! Здравствуй, Педро! Почему ты не спишь? И на больного ты не похож. Я сломал свою ножку, и на нее наложили гипсовую повязку. Ух ты! Гипсовая повязка помогает косточкам Педро срастаться. А я коленку сегодня ударила, и мне на нее пластырь приклеили. Ух ты! Эй, хочешь на моем гипсе что-нибудь нарисовать? Да, спасибо! Все дети с удовольствием рисуют картинки на гипсовой повязке малыша. Я нарисую футбол. А я нарисовала фиалки. Это мистер Картошка. Попугай! А я нарисовала большую ложу с грязью. Красиво! Спасибо, друзья! Нарисуй и ты что-нибудь на моем пластыре. Хорошо! Я нарисую маленький цветочек. Спасибо, Педро! Педро, а тебе нравится лежать в этой больнице? Еще как! А сестры здесь несердитые? Они дают мне картинки. О! Стоит мне нажать на кнопочку, они бегут ко мне со всех ног. Кто это меня вызывает? Наверное, опять Педро. Что тебе нужно, Педро? Мы сейчас заняты. Очень чешется надоело. Даже если у тебя сильно чешется нога, нельзя снимать гипс до тех пор, пока кость на ноге не срастется. А у меня сейчас не нога чешется, а правое ухо. Вот так полегче? Да, благодарю. Благодарю. Обедать пора. Что бы ты хотел на обед, Педро? Можно мне спагетти и еще молочный пудинг. Тебе обед несут прямо в постель? Да. Ммм, очень даже вкусно. Доктор Бурый Медведь пришел проверить, как себя чувствует Педро. Ну как самочувствие, Педро? Ухо еще немного чешется. Вот здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одно есть! Пеппа нашла шоколадное яйцо в цветочном горшке. И еще одно есть. Малышка Ребекка нашла свое шоколадное яйцо под большим зеленым кустом. Ура! Я тоже нашла! Ура! Слоник Эмили нашла шоколадное яйцо на ветках дерева. Так, кажется, я вышел на след с шоколадом. Лисенку Фредди помогает его природный нюх. Есть! Лисенок нашел шоколадное яйцо прямо посреди купальни для птиц. Дедушка, мы нашли все шоколадные яйца! Это было так забавно! Да, но слишком просто. Для самых маленьких это совсем непросто. Джордж, Ричард и Эдмонд ничего не нашли. А-а-а! Интересно, где же все остальные яйца? Хо-хо-хо-хо! Соколадка! Хо-хо-хо! А, Эдмонд, у тебя что-то спрятано прямо за ушком. Вот теперь все нашли шоколадные яйца. Чем же мы займемся сейчас, дедушка? Ха-ха-ха! По-моему, самое время отправить их в рот. Здравствуйте, малыши! Бабушка, бабушка! Вы нашли все шоколадные яйца! Но где же они? Я что-то не вижу ни одного яйца. Они у нас в животиках. И на ваших мордашках. Ха-ха-ха! Хорошо ли дедушка их от вас спрятал? Хорошо, но мы большие дети. Сразу же их нашли. А вот маленькие без помощи не обошлись. О-о-о! Джордж, Ричард и Эдмонд не любят, когда их считают маленькими. Ничего, скоро в нашем саду появятся те, кто еще меньше вас. Хо-хо! Как же здорово есть на завтрак морковку, мама-крольчиха! Да, мы всегда едим на завтрак морковку. Я могу ее есть хоть целый день. Но, пожалуй, я все-таки пойду на работу. Пока, дети! Пока! Мама-крольчиха, а почему ты не работаешь? Я работаю, Сюзи. Кто же, по-твоему, присматривает за крольчатами? Ты, мамочка. И сегодня ты можешь убрать на место все игрушки, пока кто-нибудь из нас не упал. Вероятно, это моя сестра. Здравствуйте! Здравствуйте, мисс Кролик! Тетя! Я к вам ненадолго. У меня сегодня очень много дел. Мне нужно зайти в магазин, затем в киоск с мороженым и отправить в рейс автобус. Так что пока, сестричка! Пока, милая! Мисс Кролик споткнулась об одну из игрушек малыша Ричарда. Моя бедная ножка. Мне придется скакать на работу на одной ножке. Нет, ты останешься здесь и будешь отдыхать. Но у меня сегодня так много дел. Ничего, я поработаю вместо тебя. С чего начнем? Иди в магазин. Хорошо. Ребекка, присматривай за своей тетей. Да, мамочка. Мама крольчиха приехала в магазин. Наконец-то вы пришли, мисс Кролик. Мисс Кролик заболела. Сегодня я поработаю вместо нее. Простите, вы не мисс Кролик? Нет, я ее сестра, мама крольчиха. Я должна сидеть здесь? А, да. А раньше вы работали за кассовым аппаратом? Нет. Сколько это стоит? О, понятия не имею. У меня есть чек. Вы принимаете жетоны? У вас можно платить карточкой. Овечка Сюзи переоделась в халат медицинской сестры. Не бойтесь, я только притворюсь медсестрой. Покажите язык и скажите «а». Дом кролика Ребекки. Кто со мной говорит? Это мама крольчиха. У вас все хорошо? Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскими нам.